В данном видео материале я пройду террарию с модом, который добавляет классу призывателя под класс приручателя, что дает возможность приручать и использовать как оружие абсолютно всех мобов. Всем здрасте, Кулек на связи и я желаю вам приятного просмотра. Как только заспавнился, я срубил 4 дерева и заметил, что на меня начинают быковать слизни. Построил неприступную для них стену и пошел срубил несколько деревьев, благодаря чему древесины было достаточно для постройки дома. Я начал очищать территорию, но на меня вдруг катапультировался фиолетовый слизень, которого я сначала закрыл, а потом открыл и получил смачную оплевуху, которую, увы, выдержать не смог. Но зато уже с новыми силами я достроил каркас дома и покрыл нижнюю комнату стенами, после чего ко мне на новоселье пришел слизняк, но, к сожалению или к счастью, гостей я не ждал. Скрафтил факела, нарубил еще дерево и, наконец, достроил дом, в который уже могли заселиться 2 NPC. И для того, чтобы получить оружие, благодаря которому я буду приручать монстров, мне нужно заселить торговца, который приходит при условии, если у меня будет не менее 50 серебряных монет. Так что я отправился разведывать мир и в правой стороне обнаружил пустыню, в которой попытался найти пирамиду, но, увы, ее не оказалось. А встретив пустынных мобов, сражаться я с ними не стал. Аккуратно над ними пролез, но без получения по заднице так и не обошлось. И пройдя подальше, в ущелье я обнаружил сундук, который хранил в себе много предметов. Ну а самым важным были железные слитки. Забрав сундук, я решил добыть камня для печки. Сильно увлекся и даже не заметил, как ко мне пробрались зомби. Дождался дня и пошел в том же направлении. Сделал лестницу, благодаря которой забрался на гору. После чего таким же образом с нее спустился. И обнаружил довольно интересного слизняка, в котором находился воздушный змей золотой рыбки. Скорее всего, этот слизняк просто завалил золотую рыбку. Получается, что это довольно везучий слизняк. Дальше мне на хвост сели кримеры, от которых я улизнул благодаря ближайшему отверстию в земле. В котором и обнаружил свою первую железную залежу. Пошел немного подальше и наткнулся на деревянный сундук, в котором лежал хлам и железные слитки. Мне стало интересно, что же находится еще ниже. И я снова наткнулся на сундук, в котором лежали целых 15 серебряных монет. И где-то вдалеке торговец только начал чувствовать запах моих монет. Так как я приручатель, мне нужно собирать паутину. Ведь броню я буду использовать от класса призывателя. И первой будет шуба Флинкса. Добыв еще одну железную залежу, я телепортировался домой. Выкопал место под склад и установил сундуки. Скрафтил печку и наковальню. Установил их. Сделал железную цепь. Лесопилку, а на ней ткацкий станок. Ну и еще рамки для удобства сортировки вещей по сундукам. Закончив домашние дела, я отправился в левую сторону. Ведь необходимого количества монет у меня до сих пор нету. Обнаружив дерево, я в него забрался. И в сундуке нашел вагонетку в виде божьей коровки. В переходе между деревьями стоял еще один сундук. Но можно сказать то, что он был пустым. Да и в целом в деревьях, кроме маленькой золотой залежи, я ничего не нашел. Потом отправился дальше изучать местность. И наткнулся на гору с пещерой. Осмотрев которую, ничего не обнаружил. Перебрался через гору и увидел очередной испорченный биом. Из которого меня прогнала Кремера. И дома, посмотрев на запасы своих монет, я понял то, что этого уже достаточно для прихода торговца. Ну а пока он не пришел, с помощью бомб я начал делать тоннель под домом. И в первой же пещере нашел золотую залежу. После нее еще одну залежу и подземный дом с золотым сундуком. В котором я нашел облако в бутылке. Призывал к углазок толку и зельки на восстановление ста здоровья. Ну и сразу же под этим домом был еще один. Со вторым облаком в бутылке. Золотыми слитками. И целыми двумя золотыми монетами. И где-то там вдалеке торговец очень сильно почувствовал запах золота. А я тем временем нашел хорошую шахту. Но изучать ее не стал. Телепортировался домой. Строил жилую башню и наконец дождался торговца. Подошел к нему. И в его ассортименте увидел сферу захвата. Которую сразу же приобрел. Благодаря этой сфере я могу приручать себе абсолютно любых мобов. Но эта сфера является самой слабой из существующих сфер. Достроив свою башню я пошел тестировать сферу. И первый на моем пути оказался синий слизень. При попадании сферы в противника она наносит ему урон. А когда у противника остается мало хп. Над ним появляется значок. Который значит то что следующее попадание его захватит. И надо мной появляется надпись с количеством и названием захваченного существа. Над существами которых я могу захватить находится красная метка. Ну а чтобы призвать захваченных нужно включить определенный режим. Кнопка этого режима указывается в настройках. В этом режиме при прикосновении сферы с поверхностью появляется захваченное нами существо. И на данный момент я могу призвать всего лишь два прислужника. Над которыми находится зеленая стрелка. Для того чтобы я не путал своих с чужими. Имея уже такую бригаду я решил посмотреть как они будут драться с врагом. И на удивление они справились очень даже хорошо. Смотрите, сейчас мои слаймы не добивают вражеского. И я спокойно могу его словить. Это все благодаря еще одному режиму. Кнопка активации которого также задается в настройках. Приручив еще несколько слезняков. Я понял то что слезняки не очень хорошие кандидаты для защиты моей задницы. Поэтому я отправился в кремзон. Начал атаковать кремеру и захватил ее в свои прислужники. Диспавнул слезняков. Благодаря еще одной кнопке задающейся в настройках. Заспавнил двух новых. И очень долго пытался захватить лицевого монстра. В итоге у меня получилось это сделать. Я захватил еще одну кремеру. Снова диспавнул слезняков. И призвал одного слезняка с кремерой. Но слезняк мне был не интересен. И я призвал кремеру и лицевого монстра. Подошел к торговцу и купил у него сачок. Который в дальнейшем пригодится для ловли наживки. После перезахода в мир я понял то что все прирученные существа диспавнятся. И не сохраняются даже в режиме призыва. Поэтому мне пришлось пофармить и призвать новых. В кремзоне даже удалось захватить кровавого ползуна. И на этом этапе я понял то что совсем не боюсь монстров. И пошел разведывать мир дальше. Наткнулся на зимний биом и залез в первую попавшуюся пещеру. Где и принял решение посетить подземный зимний биом. Ведь мне нужны флинксы. Ниже я нашел железную дорогу. Прокатился по ней. И добыл свой первый кристалл жизни. Который использовал. Нашел сундук с хламом. Приручил ледяного слизняка. Ледяную летучую мышь. И блин случайно приручил снежного флинкса. Но потом таких ошибок я не допускал. Не забывал переключать режим прислужников на добивание врагов. А еще я обнаружил что при помощи колесика мыши я могу выбирать. Каких существ заспавнить. Это очень облегчило мне жизнь. Развалив еще одного флинкса я приручил скелета викинга. Потом загасил еще два флинкса. И у меня было 8 необходимых мне кусочков меха. И открыв ледяной сундук нашел в нем ледяное зеркало. И телепортировался домой. Рассортировал вещи. Достал золото. Сделал золотые слитки. Скрафтил ткань. И наконец сделал шубу флинкса. Благодаря которой я могу призвать целых 4 существа. И теперь мой отряд выглядит еще увереннее. И с ним я иду изучать ту самую шахту которую ранее обнаружил. И с правой ее стороны сразу заметил большую аметистовую залежу. А сломав деревянный ящик мне выпала каска шахтера. Которую я сразу экипировал. Дальше я нашел кристалл жизни. И приручил себе большое скопление мобов. В числе которых был гигантский ракушечник. А после добычи еще одной порции аметистов. Я нашел золотой сундук. В котором лежало уже третье облако в бутылке. И призывал коглаза ктулху. Пополнив свои ряды скелетом. Я залутал сердце и нашел еще один сундук. В котором в этот раз лежали ботинки гермеса. И зелья гравитации для полета на парящие острова. Дальше я лутанул сердце. В сундуке нашел браслет регенерации. И еще одно сердце. Использовав которое мои хп достигли двух сотен. Вернувшись домой я скрафтил две золотые короны и аметистовый крюк. По пути в кремзоне позахватывал мобов. Добрался до алтарей и скрафтил призывалки короля слизней. А вернувшись домой я начал строить арену для первого сражения с боссом. Осветил ее факелами. И вместе с ракушечниками начал файт с королем слизней. Бой оказался довольно простым. Я забрал дробчик и сразу же начал еще одно сражение. Которое благодаря кремерам очень быстро закончилось. Я установил реликвию. Открыл мешочки и получил слизневое седло. Которое пригодится против королевы пчел. И так как совсем недавно началась ночь. Я решил сразиться с глазом ктулху. Кремеры жестко зарешали. А в конце глаз ктулху просто споткнулся об лицевых монстров. Вот и вторая реликвия с мешочком. Хранящим в себе щит ктулху. Благодаря которому теперь я могу делать рывки. Теперь мой план это поход в джунгли. Для фарма ингредиентов на новую сферу захвата. По пути поймал шершня. К сожалению не смог поймать шипастого слизня. Но зато нашел необходимую мне спору джунглей. Поймал еще одного шершня и шипастого слизня. А в сундуке мне попался браслет ветра. И побродив еще я нашел два кристалла жизни. Улей королевы пчел и еще один кристалл жизни. Дальше я заспавнил новых прислужников. У скелета приобрел когти альпиниста. И в очередном сундуке нашел звериные когти. Которые никак не влияют на мою сферу захвата. С джунглями на этом все. И я крафчу себе сферу захвата джунглей. Благодаря этой сфере захватывая одного моба я бонусом получаю еще одну его копию. То есть с одного моба я получаю сразу двоих. И так как это сфера джунглей. То мобы джунглей будут получать больше урона. Использую все сердечки и теперь у меня три сотни хп. Теперь передо мной стоит задача победить мозга ктулху. Но перед этим нужно приручить себе побольше мобов. Нарубить как можно больше дерева. Скрафтить платформы. Закрыть все проходы в главное логово Кремзона. И сделать удобную арену. И вот теперь уже самое время сломать три сферы. Мозг ктулху довольно быстро развалился. Я даже не успел его почувствовать и решил сразиться еще разочек. Но уже при помощи мобов джунглей. Которые также быстро его развалили. Я поднял дробчик. Установил уже третью реликвию. И из мешочка достал мозг ктулху. Который экипировал вместо когтей альпиниста. На канале стукнуло 100 тысяч подписчиков. И я очень сильно вам благодарен. Но 86% зрителей все так же смотрят ролики без подписки. Это очень печально. Если ты относишься к этим 85% То подпишись на канал если тебе мои ролики и правда нравятся. Заранее огромное спасибо. Ну и если не сложно нажми еще на лайкосик. По-братски. Пришло время и я выпил то самое зелье гравитации. И полетел разведывать парящие острова. Первый и второй остров оказались пустыми. А вот на третьем стоял дом. В котором я нашел необходимую мне счастливую подкову. На четвертом острове увы ничего необходимого мне не было. И я решил быстренько захватить себе немного гарпий. Хочу использовать их против королевы пчел. Добравшись до пятого острова в сундуке так же ничего не было. Но вот шестой остров меня порадовал. Ведь на нем я нашел красный шарик. Необходимый мне для будущего аксессуара. И на мотивации после выполненного плана я залез в увы королевы пчел. Чтобы с ней сразиться. Как я и предполагал гарпии сделали свое дело. Установив реликвию я открыл мешок. Из которого мне нужен был только пчелиный воск. Вот только его оказалось мало. И мне хватило только на пчелиный шлем и пчелиные ботинки. Которые я надел на себя. И количество моих прислужников увеличилось до шести. Но все же мне пришлось скрафтить пчелиную массу. И еще раз сразиться с королевой пчел. В этот раз это было намного быстрее. Мне выпал трофей. Я открыл мешок и скрафтил пчелиный нагрудник. Ко мне до сих пор не пришла армия гоблинов. И чтобы исправить эту ситуацию я отправился на море. По пути нашел спящего трактирщика и рыбака. И начал строить длинную платформу до конца мира. И все ради того чтобы пофармить гоблинов разведчиков. И выбить из них потрепанную ткань для крафта знамя гоблинов. Дома я скрафтил кримптановые слитки. Кирку и топор. Ну и само знамя гоблинов. Достал облако из сундука и сделал небесную сферу захвата. И под зелькой гравитации полетел на парящие острова. И сейчас вы можете наглядно увидеть работу сфер. Если я использую сферу джунглей, то наношу 6 урона. А если я использую сферу неба, то наношу 26 урона. И могу захватить моба когда у него остается больше минимума хп. Приручив гарпий я начал нашествие гоблинов. И гарпии просто моментально сбривали гоблинов любого вида. А я тем временем аккуратно захватывал в своей ряды гоблинов-волшебников. Которых призвал и зачистил это нашествие на 100%. Сразу же спустился в подземелье и нашел гоблина-инженера. У которого купил реактивные сапоги и мастерскую изобретателя. Установил ее дома. Сделал на ней спектральные ботинки. Облако в шарике и из него синий подкованный шарик. Теперь я могу высоко летать. Скоротал время ожидая знахаря и построил вторую жилую башню. Но вот совсем забыл то, что знахаря обязательно нужно заселить в джунгли. Так что мне пришлось построить для него личный дом. В который я его заселил и ночью купил у него ожерелье пигмеев. Экипировал и увеличил количество призываемых существ до 8. Дальше я начал копаться в джунглях с целью найти удочку. Первый сундук меня разочаровал. Второй к нему присоединился. А вот третий был индивидуален. И хранил в себе удочку из стекловолокна. С помощью сачка я наловил себе нашивку. Нашел хорошее место для рыбалки. И начал ловлю жирнорыбы. После рыбалки по возвращению домой я обнаружил странствующего торговца. У которого прикупил себе немало живой древесины. Открыл все выловленные ящики. Но кроме нашивки в них ничего не было. После чего использовал жирнорыбу по ее назначению. И вспомнил то, что у меня до сих пор 3 сотни хп. И для того, чтобы это исправить, я отправился в шахту. Грубо говоря, 5 сердечек я нашел в одном месте. И теперь у меня 400 очков здоровья. Вернувшись домой, я подошел к подрывнику и закупился бомбами. Спустился в шахту под домом. И начал делать себе тоннель до ада. По пути добыл большое количество обсидиана. А когда добрался до ада, призвал отряд лучников. Но они упали в лаву и моментально сгорели. Пришлось построить платформу и на нее призвать еще лучников. Которые помогли мне захватить своего первого демона и адских летучих мышей. Которых я призвал и в башне забрал адскую кузню. Из банок выбил зелье обсидиановой кожи и начал добычу адского камня. Дома я подошел к торговцу и купил обычную сферу захвата. Установил адскую кузню. Сделал адские слитки. Скрафтил подземную сферу захвата. Литую кирку и литой молотопор. С этой сферой будет легче фармить мобов в аду. Куда я сразу же и отправился для захвата мобов. А нужны они мне для сражения со скелетроном. В качестве подготовки я сделал для него арену. Призвал первую порцию прислужников. И ночью начал сражение. Большую роль сыграли адские мыши. Ну и бесы в конце неплохо себя показали. Сразу же после победы я спустился в данж скелетрона. И очень быстро нашел столик для призывателя. И при использовании увеличил количество прислужников до 10. Дальше я начал собирать водяные свечи. Так как они пригодятся для очередной сферы захвата. Ну и последнее что мне нужно было в данже это алхимический стол. Дома я все установил. Купил сферу захвата. И сделал из нее сферу захвата данжа. Призвал адскую банду. Установил реликвию. Выпил зельку призыва. И теперь я могу призвать целых 12 прислужников. И начать сражение с циклопом оленем. Это было самое быстрое сражение. Я забрал дробчик. Вернулся домой и установил реликвию. Из мешочка мне ничего не нужно. Ведь я уже полностью готов к сражению со стеной плоти. Добравшись до ада я выпил зелье строителя. И строил длинную платформу. На конце которой сделал домик для гида. Заселил его. Отошел в сторону. И вернувшись обнаружил в нем гида. Которого закидал бомбами. И начал сражение со стеной плоти. Которое увы закончилось печально. Арена начала заканчиваться. И из-за снижения скорости стена плоти меня вынесла. Арену нужно было увеличить. Ну а также приручить как можно больше адских мобов. По завершению этих дел я снова скинул гида в лаву. Вторая попытка получилась настолько быстрой. Что я решил еще раз с ней сразиться. Правда гид этого не хотел. Но сражение мне начать удалось. А закончилось оно даже быстрее чем сбрасывание гида в лаву. Установив реликвию и открыв мешочки. Я использовал сердце демона. Но понял что эмблема на призывателя мне не выпала. Поэтому на своем новом маунте я поскакал на поиски шиммера. По пути нашел святой биом и сделал остановочку в джунглях. И понял то что не могу поймать рака отшельника. Но могу поймать гигантскую черепаху. И это прям очень сильный моб для старта хардмода. В поисках шиммера между джунглями и океаном я начал бурить тоннель. Вот правда по итогу пришлось пробурить целых три тоннеля. В итоге я приручил себе призраков и нашел шиммер. Забравшись в который получил эмблему призывателя. И сразу же ее экипировал. Вернувшись домой я обнаружил то что мои черепахи стали невидимы. И еще у них не отображались хп. Я надеялся то что они будут бессмертными. Но увы этот эффект быстро пропал. И я решил приручить много черепах и посмотреть на что же они способны. Взял сферу джунглей. Ведь ей будет легче приручать черепах. И начал этот процесс. Когда черепах стало достаточно я отправился на парящие острова. Чтобы пофармить эссенции воздуха. Но случайно приручил виверну и для интереса ее призвал. Выглядит это очень сильно. Виверн я тоже позже протестирую. Дальше я наконец победил виверну и поднял 15 эссенций. Потом начал сражение со второй. Правда гарпиам сражаться удавалось с трудом. Пришлось зафиналить ее черепахами и поднять эссенции. А на пути в святой биом я поймал виверну. Добрался до него. Призвал максимальное количество черепах. И быстренько пофармил пыль пикси. Но крылья скрафтить я не смог. Так как совсем забыл про наковальню. Пришлось добавить в мир новые руды. Такие как паладий, мифрил и адамантит. Собравшись добывать новые руды я увидел сообщение о том, что эта ночь будет ужасной. В итоге на меня напали близнецы. Я кидал на них черепах. Отнял практически половину здоровья. Но победу одержать не смог. И забыв про это недоразумение, пошел добывать паладьевую руду. Сделал паладьевые слитки с киркой. И во время поиска мифрила в святом биоме обнаружил желатиновый кристалл. Немного пофармил эссенции света и наконец нашел мифрил. Сделал из него слитки, наковальню и кирку. И отправился за адамантитом. Из которого сделала адамантитовую кузню. Слитки и кирку. А также скрафтил крылья феи и экипировал вместо браслета ветра. Броу, у меня есть телеграм канал и дискорд сервер. Рекомендую зайти туда, чтобы быть со мной на связи. Подойдя к гиду я узнал крафт святой сферы захвата. И сразу же отправился за осколками кристаллов и рогами единорога. Благодаря чему на наковальне сделал эту сферу захвата. Призвал порцию черепах и понял то, что хочу больше. И чтобы увеличить количество прислужников, отправился в паучье логово. В котором освободил стилиста и начал фарм пауков. Клыки фармились очень быстро. И уже через 5 минут я скрафтил себе паучью маску. Нагрудник и ботинки. Которые сразу же экипировал. И теперь я могу призвать 12 прислужников без использования зелья призыва. Для сражения с уничтожителем я хотел приручить злых тучек. Но оказалось, что это невозможно. Но ничего страшного, у меня есть и другой вариант. Дальше я построил 6 домиков для NPC. И отправился строить арену в святом биоме. Чтобы сразиться с королевой слизней. Черепахи оказались очень сильными. И я захотел еще раз с ней сразиться. И также быстро ее вынес. Посмотрел на свою орду. И покрасил все до хардмодные реликвии в зеленый. Установил новую. Покрасил в розовый. И открыл мешочки. Из которых достал крюк и маунт королевы слизней. В аду по цветым биомам пофармил святые эссенции. И сделал один ключик света. Мне было интересно, возможно ли приручить большого мимика. Но к сожалению, этого сделать было нельзя. Тогда я решил поймать других мобов. Закупился динамитом. Вычислил местонахождение подземного кремзона. И сделал в нем арену для захвата и хорных плевателей. Но чтобы ускорить этот процесс. Я купил обычную сферу. И скрафтил сферу захвата зла. Благодаря которой приручать плевателей стало куда быстрее. И пополнив свои ряды, я отправился домой. Сделал железные слитки и призывалку механических глаз. Увеличил арену около дома до внушительных размеров. И призвал 12 хорных плевателей, готовых сразиться с близнецами. Заплевали близнецов они быстро. Но и сами не слабо пострадали. Реликвию покрасил в серый цвет. И из мешочка достал святые слитки с эссенциями. Теперь передо мной стояла задача приручить новый отряд для следующего механика. И моим фаворитом стали ледяные големы. Способные крушить все на своем пути. За счет огромного количества здоровья и хорошего урона. Дома я скрафтил ледяные крылья и призывалку скелетрона прайма. Выпил зельку призывателя и призвал целых 14 големов. Которые своим видом показали, что их просто невозможно победить. Итак, вывод. Урон от лазеров големов маленький. От 80 до 100 единиц. Но когда враг дотрагивается до самого голема. То получает до 400 урона стычки. Что довольно неплохо. После боя я установил реликвию. И отправился приручать виверн для файта с уничтожителем. Сделал призывалку. Начал призыв виверн. Но максимально смог призвать всего 10. Больше виверн не помещались в этот мир. И я добавил к ним немного черепах. Уничтожитель заспавнился маленький. Так как он не помещался в мир из-за виверн. И установив реликвию. Я открыл мешочек последнего механика. И узнал у гида крафт универсальной сферы захвата. Для нее были нужны все возможные сферы. А мне не хватало сферы пустыни. И я отправился за добычей необходимых ресурсов. Добыл окаменелости и янтаря с клыками мобов. Переработал окаменелости и скрафтил сферу. Но понял то, что мне не хватает еще одной. Скрафтил бур и отправился в джунгли за алмазами. Благодаря которым сделал недостающую сферу. И вот теперь у меня в наличии есть все необходимые сферы. Добавив к ним эссенции и механиков. Я получил универсальную сферу. И дальше я отправился в джунгли. Где нашел хорошее место и начал обустраивать его для битвы с плантерой. Оставалось только приручить новых мобов. А выбор мой пал на красных дьяволов. И после их захвата я обнаружил бутон плантеры прям под своей ареной. Призвал дьяволов и спустился к бутону. Демоны показали себя во всей красе. И установив реликвию из мешочка я достал ключ от данжа голема. Сейчас начинается новый этап, который я начинаю с покупки и посадки тыквенных семечек. А пока они растут отправляюсь в данж скелетрона. Подравниваю территорию для удобства и фарм лектоплазму для призывалок нашествий. Выбиваю черный пояс. С носочком как-то не везло. Но все же он выпал и я начал приручать паладинов. Думаю, что это очень даже хороший вариант для грядущих сражений. Дома я достал когти альпиниста и шипастые ботинки. Сделал набор альпиниста, а за ним снаряжение мастера ниндзя, которое экипировал вместо щита ктулху. Затем собрал тыквенный урожай и сделал медальон тыквенной луны. Призвал паладинов и начал нашествие. Моей главной целью были свитки некроманта и метла ведьмы. И все эти предметы выпадают из плакучего древня. Пока я фармил, прибыл тыквенный король. И я придумал новую тактику по сбрасыванию паладинов прям ему на голову. Это было очень домажно. По наступлению дня я собрал весь дроп, в котором находилось 3 свитка некроманта и ни одной метлы. А паладинов после нашествия неплохо так покромсало. Дальше я отправился в джунгли и у знахаря купил жука скоробея. Установил реликвии, скрафтил папирусного скоробея и использовал свитки вместо мозга ктулху и шарика. Благодаря этому без использования зелья призыва я могу призвать целых 16 прислужников. Оказалось, что после фарма у меня было мало жуткого дерева, так что я сделал еще одну призывалку и начал фармить. А после фарма собрал дроп и понял, то что моим паладинам очень плохо и их пора менять. Но и хорошая новость тоже есть, ведь мне выпала метла и достаточное количество дерева. И оседлав мой новый маунт я отправился к данжу голема. Открыл двери и из сундуков доставал фрагменты солнечной плиты. Уже дома сделал жуткий шлем, нагрудник и ботинки, экипировал и скрафтил солнечную плиту. Ведь теперь мой план это прохождение солнечного затмения с целью приручить новых мобов. Но больше всего меня интересовал глазор, ведь у него немало хп и довольно хороший урон. И в теории с големом я должен справиться вообще без проблем. Так что я подготовил место для сражения и сразу же его начал. Глазоры быстро с ним справились, но мне этого не хватило и я сразился с ним еще один и второй раз. Установил реликвию и открыл мешочки. Дальше я достал паутину, сделал шелк и гадкий подарок, благодаря которому призвал морозную луну, в которой фармил новых существ. Но моей первоначальной целью был эльфа-коптер, который приручить, к сожалению, было нельзя. В итоге пришлось захватывать Йетти. По завершению нашествия я установил реликвии, выпил зельку призыва, призвал 20 Йетти и отправился в грибной биом за трюфельным червем, с которым держал путь на море, сделал длинную платформу и начал рыбалку. Моя тактика была проста. Я просто сбрасывал Йетти на рыброна и они вносили ему очень огромный урон. После победы я установил реликвию, открыл мешочки и отправился на поиски марсианского зонда. В марсианском нашествии я фармил шагоходов, по-быстренькому сломал летающую тарелку и закончил это нашествие. После чего призвал марсианских шагоходов и начал подготавливать арену для Императрицы Света. Шагоходы могут как стрелять, так устойчиво стоять на платформах. Это, по идее, должно помочь в сражении. У шагоходов оказалась не очень хорошая точность. Бой сильно затянулся и я одержал поражение, которое дало мне понять, что у меня до сих пор мало хп. И мне нужно было это срочно исправлять, а также искать новых воинов для сражения с Императрицей. Я подумал то, что итарианское нашествие будет хорошим вариантом. Но, увы, ни одного моба приручить было нельзя. И мне пришла в голову мысль сделать небольшую арену в пустыне и попробовать приручить рассеивателей дюн. Я призвал их в количестве 10 штук, так как больше было нельзя. И заметил то, что в мире совсем перестали спавниться мобы. Так как мои черви и несколько других прислужников занимали абсолютно всё возможное место для спавна. Так что мне пришлось заспавнить только червей и попробовать сразиться с Императрицей Света. Но оказалось, что у червей очень маленький урон. Она их быстро вынесла, а затем разобралась со мной. После второго поражения я понял, пора ловить и хорных плевателей, и красных демонов. Они-то точно смогут разобраться с Императрицей. Да, было сложновато, но всё же я справился. И во время солнечного затмения позахватывал жнецов. Хочу использовать их против культиста Лунатика. И захотел я это сделать не зря, ведь они просто моментально сбрили культиста. Я забрал дроп, установил реликвию и отправился ломать первую башню. А в процессе захватывал абсолютно всех мобов подряд. И как щит башни был сломан, я сломал саму башню. Заспавнил новый отряд и отправился дальше к башне Звёздной Пыли. Сломал её, по пути сломал башню Туманности. Заспавнил новый отряд из Млечных Ткачей. И сломал последнюю лунную башню. А раз башни сломаны, значит лунный лорд не заставит себя долго ждать. Это была очень долгая и потная катка. И благодаря дропу из лунного лорда я делаю люминитовые слитки. И люминитовую сферу захвата. Которая даёт возможность захватывать сразу по пять существ. Но это мне не пригодится. Ведь террария за приручателя полностью пройдена. Спасибо тебе огромное за полный просмотр ролика. Как ты можешь заметить, этот ролик был озвучен за кадром. Очень было интересно провести такой эксперимент в очередной раз. И я прошу тебя написать в комментариях, как тебе больше нравится. Либо слышать мой закадровый голос, либо слышать мой голос прям во время записи. Ну а теперь брат, увидимся в следующем топовом видеоматериале.